всем доброго времени суток с вами канал artmania и сегодня у нас второй день в отрадном мы идем вот сейчас на остановку мышка мышка прячется или чебурашка идем на остановку сегодня мы идем кафе празднует 23 февраля и мой праздник это оказывается вчера я узнала папы своего и женькин праздник теперь у меня прибавилось еще один праздник хотя это смутно вспоминаю что в прошлом году мне уже кто-то говорил что 23 февраля мой праздник но надо куда-то это все записать ну и мамин конечно тоже праздник кафе крестине крестине или пристали я тут что мы или я что-то забыла эту дорогу с тобой всегда по-моему зимой первый раз идем здесь куда-нибудь сейчас выйдем да я с твоей разговариваю вечером она стала звонить да 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 тут кафе какой-то кристина а кристина кафе кристина так вот своими именами и называют кафе магазины а каким еще именем кристина довольно красиво звучит хотя мне кажется какая-нибудь карина стела марианна звучало бы тоже очень красиво музыка играет вот здесь мы сейчас наверное на площадь площадь тут где-то должен быть еще сбербанк у людей в отрадном ткани магазинчики такие открываются на первых этажах самаре тоже очень много сейчас открывается милиция так же ездит а ну вот и сквер этот как же и называется сквер то как узелла а да 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 там вон что-то написано пойдем на ну так вот и да по-моему музыка играет а сбербанк у них с какой стороны что-то я думал здесь а он там дальше а он там дальше или там дальше надо давай зайдешь не надо да ладно что они все мерзли они тебе помогут чем-то они тебе ничем помогут ну я сниму на всякий случай и все сейчас на руку поставлю снимай а здесь вот здесь полянка в которой машины можно поставить и стоянку конечно хотя может в каком-то вот как снег блестит смотри как он блестит смотри какой он крупный такой как сахар нет как соль соль с неба попадает у вас в отрадном вентиля и на смерти это самое главное здание что-ли у вас в этого города где как раз все и работали Веточки обделаны, здесь же нефть добывали. Иди посмотри. Все-таки мы попали на солнышко, все-таки попали. И что, ты там будешь прыгать что ли? По-моему, за этим зданием будет Сбербанк сейчас. Что-то я уже смогу помнить. И что у нас тут? А, Сбербанк. Точно. Я права оказалась. Смотри, какое интересное здание. Красивое. Я знаю. Он у вас по выходным никогда не работает. Надо в магазин смотреть этот Сбербанк. Сбербанковский банкомат. А, он даже весь беленький. Крыша навесная какая у него. Подвесная. Сейчас сфоткаю. Пойдем. Руку мне давай. Ты же не хочешь, чтобы я упала? Ты жаждешь этого. В выходные он у вас никогда не работает. Здесь слишком мало людей, чтобы работать в выходные. Тут среди недели и так очередей нет. Один человек зайдет в неделю. У нас он еще будет работать по выходным. Тут смысла нет. В Самаре он там битком. Каждый день. Все больше и больше народу. Толпа. А уж в Москве я не боюсь, что творится. Как красиво тут. Я помню, на этом месте ты меня... Первый год мы с тобой общались когда. Ты меня жадиной обозвал. Я помню, расплакалась тут. Ты даже мне амочку не купил. Да. И я тебе купила амочку 20 штук на все свои деньги. И ты ее потом домой, по-моему, в Самару вез. Почаще тебя жадиной обзывали. Ага, а то как было мне обидно. Стараешься, стараешься. Это жадная. Школа искусств. Вот она наша школа. Мам что-то звонил. Мама, меня Женя жадиной обозвал. Да, мне было обидно. Эх ты. Ай, ай. Ай. Мне кажется, тут не только художественная школа. Детская школа искусств. Так, я поближе эту сниму. Мне кажется, тут еще что-то есть. Снежок. Ну что ж это тебя вечно слышно? Как ты сморкаешься. Смотри, как там под елочкой. Ай, какая тень. Смотри. Рисовать прям можно. Залезешь под елочку. И рисуй себе. И рисуй. Зайчика можно тут нарисовать. Хорошо, что она одновременно фотографирует. Ну-ка. Еще я вот тут вот дерево пофоткаю. Здесь какие веточки, смотрите. О, какой ствол большой, толстый. Ой, елочки. Какие красивые. О, красота какая. Здесь что-то давно, да, мы не ходили. Ну вот, мы вышли там, где была елка. В прошлом влоге мы елку снимали. Снег сильный шел. Или фотографии точно. Фотографии были. По-моему, на видео я снимала что-то. Красота какая. Такое солнышко весеннее. Да уже, Жень? Такое тепленькое оно. Хорошая. Давай, нам надо куда-то туда перейти. Вот так. Мощь тут. Красота. Солнышко какое. Тепленькое весеннее. Только снег что-то теперь будет долго, наверное, таять. Столько выпало. Интересно, сколько выпало. За эту зиму снега. Волга из берегов не выйдет у нас. Не затопит теперь. Какой-то летит. Скорее. Смотри, что-то. Пусть больше? Шуходец. Так вот. А-а-а, асфальт, как приятно по асфальту ходить. Да, сейчас здесь перейдем и там. Да, она где-то там. Если машина остановилась, значит еще только. Ах, какой снег лежит, смотри там, на дереве. Ах, какой снег лежит, смотри там, на дереве. По асфальту так хорошо идти. Там этот парк, березовая роща, в которой мы неоднократно гуляли. Маяк там магазин мой любимый, в котором посуда продается. В прошлый раз я купила два соусника стеклянных. Забыла показать в прошлый раз. Два, вот только мне надо три, наверное. Один еще придется доискивать. Забыла. 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 Как красиво там. А летом, как красиво будет жить. Летом, начало весны, когда почки. Кстати, мне сегодня сон снилось, как я почки искала, веточки с почками. Что-то разнообразные такие нашла. Разные. Такий букетик собрала. Что-то мне такое все усынилось. Это твое хрюканье означает что? Жень. Не пытайся меня обогнать, Жень. А вот тут общежитие. Ой, а тут ягодки попадали. Ой, сколько ягодок. Молодежь идет. Там вон лошадка. В садике у них. Тут олень. Там лошадь, тут олень. Олень какой сделанный. А вот тут, тут тоже лошадь. Вот ребятишкам хорошо, наверное. Посидеть можно. Хотя, не знаю, разрешают ли или нет. В садике. Здесь у нас растет барбарис. По-моему. Маленькие ягодки. Их много-много-много. Красненькие, красивые. Короче, не дождались мы автобуса. Прождали, наверное, около часа простояли на остановке. Вот. И просто пошли, короче, мы гулять. Решили не идти в кафе. Поскольку рядом кафе здесь больше нету. А пешком идти туда, что-то лень стало. Вот. И, короче, просто гуляем. Пойдем по магазинам. Уже прошли немножечко. Пару магазинов обошли. Смотри, как красиво. Какие красные ягодки. Надо летом будет сюда попасть. Но их не едят особо. Птички-то. Барбарис же делают как раз эти сосучки. Леденцы. Раньше это была самая такая ходовая конфетка. Барбарис. Я помню, что укачивает. Сразу кто-нибудь спрашивает, тебе барбариску дать? Барбарис. Она то вкусная была, а то не вкусная. Вроде бы это барбарис. Но по-моему еще дерево вырастает. Иногда. Солнышко уже немножко закатывается. Здесь вот церковь. Сейчас мы идем в какой-то магазин. Куда мы? В Радугу идем? В Радугу сейчас мы зайдем внизу. Там, по-моему, был продуктовый. Помню, я там мыло покупала и коллекционировала когда-то мыло. Тогда его было очень мало разных разновидностей. И в принципе коллекцию можно было собрать. Сейчас я эту коллекцию пытаюсь потратить. Конечно, они еще до сих пор ароматные. Про курносики расскажу. Кого? Про курносики. А, курносики? Да, курносики мы покупали. В Ашане купили 100 штук по 7 рублей. Это вышло 700 рублей. Там не 100, даже не ровно 100, а 103, наверное, где-то так. Там был ароматный такой запах. Спустя какое-то время мне этот запах стал противен. Я не могла им пользоваться этим мылом. И оно у нас просто лежало. Мы думали, куда же его деть. Потом оно оказалось уже просроченным. Спустя какое-то время. Оно дальше лежало. И, по-моему, его так и выкинули просто. Муж однажды вынес его и все. Мы не знали даже, куда его деть. Кому же оно будет нужно. Это сейчас, в принципе, если чего-то у тебя очень много, это можно отнести в детский дом. Дом престарелых. Естественно, сына не просроченная. Там дом, как же он называется, где мама с детишками собираются, с которым жить негде. У нас в Самаре, оказывается, такой есть. Туда вот там очень-очень внуждаются во всем этом. И в еде. А раньше такого, не знаю, может быть оно и было. Но это было сложно очень найти. Это было довольно давно. Ну, я думаю, что даже муж отнес. На помойке подобрали. В любом случае эту коробку большую с мылом. И куда-нибудь использовали. Как ты мне сказал, Жень, в прошлый раз, когда выкинул, все бомжи теперь чистые. Помылись. Их действительно после этого было меньше. Не так видно. Смотри, тут тропинку сделали. Меньше стало. Так, а где у нас? А, мы прям к радуге идем. Сейчас к радугу зайдем потом. Потом можно пятерочку зайти. Потом мы в планету одежды пойдем. Потом мы пойдем с тобой в центр. Потом мы развернемся. Пойдем к Гранду. Там тоже есть магазин какой-то техники. У Жени, карта памяти сломалась. Он ее затаскал бедным. Те, кто нас смотрит, тема интересная. И мы хотим ее купить. Я-то свои не затаскиваю. Они у меня стоят. Стоят в технике. Спокойно. Хотела сказать, мультиварку. Поставил карту памяти. И стоит она себе. Там варит мне вкусняшки всякие. Ну, какие дворы здесь большие. Самары тоже большие. В некоторых частях. Ой, мама. Города. Что-то у нас на втором этаже там. Нам еще микроволновку надо посмотреть. Вчера смотрела микроволновку ДНС. От 4 тысяч они все стоят. Читала отзывы ремонта. Те, кто планировал отремонтировать. Они где-то стоят 2 тысячи. Мы подумали, смысл внести в ремонт. Есть смысл внести в ремонт, если только она, допустим, будет стоить 300-500 рублей. Но я сомневаюсь, что за 300 рублей кто-нибудь будет делать микроволновку нам. Тогда да. Если 2 тысячи платить, проще еще 2 тысячи накопить и купить новую. Потому что после ремонта, как правило, вещь служит меньше гораздо. Уже убедилась на своем опыте. Да, смотри, там какой-то феникс есть. Покази. Ты бежишь. Да я тут закончу. Ой, солнышко чуть-чуть есть. Церковь. Здесь такой маленький пустырь, как на окраине. А это получается ведь окраина, Жень? В какой-то степени. Это окраина уже. Да? Да, конечно. Красивая церковь. Чего ее не снять-то? Прошлись. Мы зашли в центр. Посмотрели, там есть скидки на микроволновке. За 3,5 есть. Нам-то не обязательно, в принципе, прям дорогую. Микроволновка нам любая подойдет. Посмотрим. Копить надо снова. Снова надо копить. Все упирается в деньги. Вот я мужу предлагаю. Может без нее жить-то возможно? Да, да, да. До этого же мы жили 3 года. Без микроволновки нормально было все. Закат там, смотри какой. А через камеру еще красивее. Здесь вот дом новый. Построили. Какой-то он был, мне кажется, цветной. Да уж облику. Облику красный. Разноцветный, мне кажется. И вот тут вот тоже новый дом. Тоже вроде въехали люди. Конечно, цены на они такие, как в Самаре. Здесь что у нас открылось? Займы, фильтры. Займы. Мне руку кто-нибудь даст? Дайте мне руку. Рик спустился, а про меня забыл. Торговый дом. Что там продается-то? Там еще есть подвальня, кстати. Запчасти, что там займы. Там Мишка сидит одинокий. Жалко Мишка. Дом быта. Детская одежда. Здесь домашний. Помнишь магазин домашний там был? В новом доме. Все, я туда бегала. Там тоже только-только начинали с Женькой жить. Начали с ним жить, когда у него вообще ничего не было. Один нож был. Одна доска и все. Даже вермишель помешать было нечем. Маленькая там ложечка какая-то. А, у тебя была одна столовая ложка. Две вилки. И чайная, по-моему, тоже штуки три что-ли было. Я помню, суп приготовлю. Приготовлю суп. А есть мы не можем вдвоем съесть. Сначала он ест, поскольку он быстрый ест, а потом я. Асфальт. Помнишь, да, как мы ели? Сначала ты ешь, а потом я ем. Одна столовая ложка была на двоих. А кто-то вообще начинала мои бабушка с дедушкой по папиной линии. Вообще начинали. Одна табуретка была, по-моему. Тоже там что-то ложка. Вилка. И что-то еще. Покрывало что-ли. А мы с тобой получше немножко. Или я ем. А я медленно ем. Он ждет, ругается. Когда же тебя поешь. Лучше бы я начал. А купить тогда не было столько магазинов. И не знаю, почему мы не купили ее. Потом мы купили, когда появился фиг прайс. Тогда было сначала по 35 рублей. Где-то мы ее взяли потом. И сидели уже вместе ели. Нож. Помнишь, как нож у нас с тобой потерялся? Без ножа были какое-то время. Потерялся. А он за холодильник завалился каким-то образом. Его очень долго не было. Потом нашли случайно. Хорошо живи. Хорошо живи. И холодильник живи. А, потом холодильник сломался у нас. Микроволнов. Микроволнов. За окном у нас в мешочке висел. Зима была тогда. Из этого мешочка сюда наставали. Приоткрытое окно было. Да-да. С утра проходишь мимо кухни. На туалет. А там холодрыга. Из комнаты открываешь дверь. А там холодрыга. Я помню. Пробегаешь. Помню, Женька на работу уйдет. Я дома остаюсь. Сижу. И вот надо вставать. А знаешь, что на кухне холодрыга. Открытое окно. Холодильника нет. На подоконнике разложены продукты. Там этот мороз прихолождает. Немножко, хотел сказать, пригрывает эти продукты. Вообще, да. Кошмар был. Это мой холодильник с тобой испортили. Я хотела его разморозить. Чуть-чуть ножом подпилить этот лед. А Женька долбать начал. Холодильник потек. Чего-то там какая-то жидкость вытекла. Все продукты нам морозильные затопило. Вонища была. Но он у нас еще работал. Уже эта жидкость вытекла. А он продолжает работать. Мы не знаем, что это такое. Мы думали. Что-то вытекло непонятное. С запахом. Продукты воняют от этого запаха. Мы не знаем, что делать. Вот и жизнь так. Мы тужили. Интересно было, да? Да. Все равно интерес. Интересно. Ах, как вспомнили, когда холодно было. Аж мне прям прохладно стало. А где холодно? На кухне там было. Окно открыто, зима. Ну, мы закрывали эту дверь. Дверь закрывали, да, в комнате. А как мы грели, прогревали эту комнату. Помнишь? Кипяток, я помню, включали в ванной. Там напротив комнаты ванная была. Коридорчик маленький был. Метр, наверное, шириной. Когда было дома очень холодно, открывали кипящую воду. Тогда счетчиков не было в помине. Об этом даже никто не думал и не знал, что будет в будущем. Кипящую воду включали. Пар шел. Заходил к нам в комнату. И вот так мы грелись зимой. Становилось тепло, хорошо. Пар такой заходил. Да, да. Тогда не было счетчиков. Они как раз появились, наверное. Вода через два, через три. После этого побольше может даже. Это тоже самотология. Поварно все равно. Вот, да. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok